Ежегодно 22 июня, как только на город спускаются сумерки, в Дмитрове проводится факельное шествие, посвященное Дню памяти и скорби, Дню начала Великой Отечественной войны. По традиции дмитровчане собираются на Советской площади, чтобы почтить память тех, кто познал все ужасы войны и так и не вернулся с фронта. Возле мемориала «Вечный огонь» была представлена фотоэкспозиция «Солдатские судьбы». До начала шествия все желающие могли ознакомиться с материалами, повествующими о героях Дмитровской земли. Молодежь пришла не с пустыми руками. Ребята сделали солдатский платок с именами тех, кто отдал своей жизни за мир. На склоне вала было развернуто легендарное Знамя Победы, и в сумерках виднелись фигуры солдат, стоящих неподвижно, с факелами в руках. Ровно в 10 часов вечера начался митинг. Первое слово взяла заместитель главы администрации Дмитровского района Елена Виноградова. Сегодня вся наша страна вспоминает те исторические события, которые перевернули ход истории. Это печальные страницы, потому что война принесла огромное количество разрушений, огромное количество судеб искалеченных, огромное количество погибших на фронтах, в тылу, в плену, умерла от рам. Уже было сказано, что более 27 миллионов жизней унесла эта война. И самое страшное, что цифры эти еще уточняются. Выступил и председатель Совета ветеранов города Дмитрово Александр Фуфаев. Он обратился прежде всего к присутствующей на митинге молодежи с просьбой не забывать историю своей великой страны и не допустить ее искажения. 22 июня фашистская Германия из объявления войны напала на нашу родину, Советский Союз. Тяжело пришлось нашим войскам отражать нападение фашистской Германии. Наша страна хоть и допустила до Москвы фашистские полчища, но на нашей святой Дмитровской земле, на Беремиловской высоте, был сделан первый и главный удар, который завершился победой в Берлине. Дмитровским военкоматом на фронт было призвано 40 тысяч добровольцев. Более 15 тысяч так и не вернулись с войны. Ветераны войны и труда, воспитанники молодежных центров, представители общественных движений, жители города почтили память погибших минутой молчания. Затем курсанты военно-технического центра «Подвиг» возложили к вечному огню венок. К ним присоединились и все остальные. И вот уже внуки и правнуки тех, кто защищал мир от фашизма, взяли в руки лампады и факелы, выстроились колонны и прошли по центральной улице города, по дороге, ведущей к мосту в поселке Шпилево. Участники шествия спустились к каналу, где расположен обелиск истребительному батальону. Яркое слово «помним» выложено из зажженных свечей, мерцало во тьме. К обелиску возложили цветы, а на круглые пилоны поставили лампады. В завершении факельного шествия участники опустили в канал имени Москвы еловые венки и цветы в память о своих предках, о солдатах, которые отдали жизни за свободу и независимость нашей страны. Это трогательная и грустная традиция. 22 июня навсегда останется одной из самых печальных дат в нашей истории. И хочется надеяться, что когда ветеранов совсем не останется, эта дата будет столь же почитаема, как сегодня.